отвечать, безусловно, на все ваши вопросы. А мы с вами продолжаем дальше. И с огромным удовольствием я бы хотела предоставить слово для доклада руководителю Центра медицины СНА, ведущему научному сотруднику Медико-научного образовательного центра Московский государственный университет имени Ломоносова Калинкину Александру Леонидовичу. Его доклад будет посвящен методам диагностики нарушения дыхания во время сна у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пожалуйста, Александр Леонидович, вам слово. Добрый день. Меня видно, слышно? Вас видно, слышно. Пожалуйста. Глубоко уважаемая коллегия, Наталья Андреевна, Наталья поприветствовать вас в педни и слышно, что у вас очень, так скажем, сейчас холодно, снег, у нас оказалось плюс 15. Но я думаю, что теплая атмосфера всего Конгресса, она позволяет, несмотря на те проблемы, с которыми столкнулось человечество, все-таки нас объединяет. И очень рад снова увидеть коллег, поприветствовать и обменяться мнениями. Разрешите для начала немножко коснуться исторического аспекта, как мы подошли к этой тематике. Дело в том, что уже тогда, это было в конце 80-х, начало 90-х годов, мы очень заинтересовались проблемой метаболической функции легких. Потому что на тот момент было известно, что порядка 85% артериальной гипертензии, мы не знаем причины, мы называем ее эссенциальной гипертензией, есть 15% вторичной гипертензии. По сути дела и сейчас существует такая парадигма. Но уже тогда у нас были предпосылки и размышления по поводу того, какие могут быть другие причины для развития артериальной гипертензии. И вот мы тогда остановились на... Демонстрация на полном экране. Оно у меня на полном экране. Остановите демонстрацию экрана и запустите еще раз. Так, сейчас. У нас, уважаемые коллеги, небольшие технические неполадки. Я думаю, что сейчас Александр Леонидович перезапустит презентацию. Сейчас нормально? Нормально сейчас? На весь экран презентация? У меня на весь экран. Нет. А вы включали, выключали демонстрацию экрана? Да, да, да. Все в порядке, все в порядке, говорят IT-служащие, что у нас все в порядке, мы можем продолжать. То есть экран видно, да, полный экран? Экран видно, экран видно, презентацию видно. Александр Леонидович, пожалуйста, продолжайте. Хорошо, спасибо большое. Так вот, мы остановились на проблеме связи активности ангиотензин, превращающего фермента, и преимущество находится в андотеле сосудов легких. Как вы знаете, это сейчас тематика очень актуальна связи с ковидом. Так вот, у нас тогда была уже, возникла идея, что патология легких, в частности патология дыхания, может оказывать воздействие на процесс развития артериальной гипертензии. Тогда уже были работы Мухарлямова, который уже в 70-м годе, в 84-м году показал связь между хобл и артериальной гипертензией. И вот тогда, скажем, работая в отделении кардиореанимации, мы начали пытаться исследовать дыхание у пациента во время сна. И вот мы использовали тогда, работая с прикроватными мониторами, у нас не было специального никакого оборудования. Значит, до чего мы додумались? Мы взяли температурный датчик, он единственное оказалось ректальный, это был, естественно, новый датчик. И с помощью наших инженеров мы его перформатировали в термодатчик назотренингиального потока. Тем самым мы регистрировали движение воздуха через носу и ротовую полость для того, чтобы определить, есть ли у пациента остановки дыхания во время сна. Вот вы видите запись 3 марта 1992 года. Мы тогда также ставили катаполис фонганца, измеряли давление изотклинию легочной артерии, центральную гемодинамику. И вот здесь видно на этой записи, вот этот канал, он... Есть технические сложности, давайте сделаем небольшую техническую паузу, есть технические сложности, перенастроимся. А мы, может быть, пока с Натальей Юрьевной ответим на первый вопрос. Достаточно простой вопрос, Наталья Юрьевна. Вы готовы? Еще раз завершите и начните демонстрацию. У нас нет... Наталья Юрьевна слышит меня, готова? Нет, у меня та же самая была история, вот с презентацией Натальи Юрьевны, я ее не мог увидеть, то есть она меня не двигала. Почему? Я слушаю, Наталья Андреевна, я... Да, Наталья Юрьевна, вот смотрите, достаточно простой вопрос вам, пока у нас Александр Леонидович готовится. Вопрос следующий. В заключении, по результату СМАТ, имеет ли право врач функциональной диагностики указать степень артериальной гипертонии в соответствии с классификацией? Врач функциональной диагностики указывает в заключении действительно степень систолического, диастолического артериального давления, причем как в период бодрствования, так и в период сна, и выводит среднесуточные цифры артериального давления. И мы должны учитывать эти цифры. Почему я показала вот эту таблицу, которая показывает разницу между теми цифрами артериального давления, которые мы измерили офисным путем, и цифрами артериального давления, которые мы получаем в результате суточного мониторирования артериального давления. Там будут несколько другие целевые цифры. При давлении, например, 120 на 80 и выше в ночное время, это уже артериальная гипертензия. Это уже недостаточный контроль над артериальной гипертензией у нашего пациента. Наталья Юрьевна, имеется вопрос. Если функционалист знает степени повышения артериального давления по суточному мониторированию, клинический диагноз степени повышения для врача функциональной диагностики возможен или все-таки это должен клиницист, терапевт, кардиолог на основании тех данных, которые представил функционалист, выставить диагноз степени повышения артериального давления? Конечно, диагноз выставляет врач-клиницист, учитывая результаты суточного мониторирования артериального давления. Я тоже с вами абсолютно согласна, потому что именно ведь врач-клиницист знает, пациент принимает антигипертензивные препараты или нет, принимает их постоянно или он не привержен к лечению. Ведь мы, зная эти данные клинические, согласитесь, можем говорить о неконтролируемой гипертонии, когда степень указывать не надо, когда надо говорить о том, что антигипертензивное лечение недостаточно эффективно. Или мы с вами можем говорить о резистентной гипертонии, зная в этой ситуации, что степень не указывается, а мы говорим о неэффективности, например, трех препаратов антигипертензивных. Наталья Юрьевна, вы согласны со мной, что это все-таки клинический диагноз? Конечно, это клинический диагноз, и суточное мониторирование артериального давления – это всего лишь еще один способ, который позволяет нам получать дополнительную информацию и, основываясь на комплексном обследовании пациента, составить диагноз артериальной гипертензии. Наталья Юрьевна, еще вот один экспертный вопрос, на мой взгляд, конечно, очень непростой экспертный вопрос. На основании какого метода измерения артериального давления следует ставить диагноз гипертонической болезни призывнику? А вот как раз по призывникам, ну, наверное, может быть, все несколько проще, хотя нельзя сказать, что просто, потому что как раз лицам призывного возраста в любом случае, какая бы степень повышения артериального давления ни была, мы должны ее подтвердить результатами суточного мониторирования артериального давления. И эту уловку, кстати, используют наши призывники, потому что во время мониторирования они могут делать все, что угодно, чтобы искусственно вызвать высокие цифры артериального давления, если они ставят такую цель. Наталья Юрьевна, спасибо огромное за ваши вопросы. Мы с вами вновь, уважаемые коллеги, обращаемся к Александру Леонидовичу. Александр Леонидович, вам слово для доклада. Ждем ваш доклад и вашу презентацию. Да, следующий слайд можно. Вот на данном слайде, уважаемые коллеги, вы видите запись нашу 3 марта 92-го года, когда мы регистрировали на запарингеальный поток, и мы видим эпизоды апноэ. Возникает вот третья... А курсар видно, мои мышки, или нет, или не видно? Курсар видно? Нет, не видно. Не видно, да? Хорошо, что я буду говорить. Значит, третья сверху волна, это как называется трагиальный поток, это сжатая запись, мы видим несколько эпизодов апноэ, а четвертая, ниже, более широкая волна, это связано с повышением давления в легочной артерии. То есть буквально несколько эпизодов апноэ привели к значительным повышению давления в легочной артерии. Следующий слайд. Ну, вы можете сказать, вот зачем нам внедряться в сон человека? Вроде бы сон – это восстановление, это отдых. Действительно, во время здорового сна происходит очень много положительных воздействий на сердечную систему, дыхательную и так далее, уменьшается симпатическая активность, в значительной степени возрастает парасимпатика, сон – это царство вагуса, уменьшается вариабельность, снижается ЧСС, снижается давление и так далее. Казалось бы, вроде бы сон для восстановления, но на самом деле, в очень большом проценте ситуации сон и состояние человека во время сна может оказывать повреждающее воздействие прежде всего на сердечную систему. Следующий слайд. Вот пример молодого мужчины, 37 лет, у которого проведена диагностика как респираторный скрининг для наличия остановок дыхания во время сна. Вы видите нижнюю часть слайда, вот такие большие красные прямоугольники, это остановки дыхания длительностью 1 минута. То есть человек не дышит 1 минуту, потом делает буквально 2-3 вдоха, и снова у него останавливается дыхание длительностью 1 минута и так далее. И вот вы видите верхнюю часть слайда, где сочетание синего и красного цвета, мы видим, что они буквально сливаются, это запись за всю ночь, за 8 часов. Так вот, практически на протяжении всего периода сна, за исключением небольших промежутков, у пациента регистрируются сотни, а иногда мы максимально регистрируем 1200 остановок дыхания за 8-часовой сон у человека. И остановки дыхания сопровождаются гипоксией, иногда сатурация, насыщение гемоглобина крови к кислородам, сейчас уже практически все выучили, что это за параметр, да, в связи с ковидом. Так вот, человек попадает в реанимацию, когда уже сатурация падает, меньше 90%, сейчас по нам рекомендации 88%, а вот у этих пациентов, у них еженочная сатурация может снижаться до 50% и ниже даже. Я буквально сейчас через минутку вам перезвоню. Следующий слайд, пожалуйста. Вот пример уже 28-летнего мужчины, мы видим, что в верхней части слайда у него сатурация находится в пределах нормальных значений 95%, но при засыпании, вот второй график, мы видим эпизоды десатурации, и вот каждая полоска – это час записи. То есть мы видим несколько часов сна, и у молодого мужчины 28 лет, который не считает себя больным, у него сатурация снижалась до 50%. Так вот, уважаемые коллеги, лечить надо таких пациентов именно в этот момент, потому что при отсутствии жалоб от него, он, скорее всего, попадет уже с поля зрения врача уже в 35-40 лет, когда у него будет уже гипертензия выраженная, когда у него, возможно, произойдет инфаркт, инсульт, а, возможно, он просто уже даже погибнет во время сна. Следующий слайд. Механизм, который приводит к значительным повреждениям сердечно-сосудистой системы во время сна, помимо эпизодической или интермитирующей гипоксии, заключается в мощнейшей активации симпатики в этот период времени. Вот верхняя часть слайда, такая яркая полоска, вы видите, это буквально час сна, когда у человека преобладает активность парасимпатической нервной системы. Вся остальная часть, у него значительно идет активация симпатики, то есть человек не отдыхает во время сна, а у него в значительной степени происходит активация симпатиоадреналовой системы. Следующий слайд. Следующий механизм – это гипертопния, которая возникает у пациентов с тяжелой формой активированного окно сна. Вы видите, вот одного из нашего пациента мы регистрировали транспортанным методом измерения уровня углекислого газа, и вот в левой части слайда концентрация углекислого газа находится в пределах нормальных значений от 35 до 45 метров с толпа, но буквально за 3 часа сна вы видите, что концентрация углекислого газа возрастает, и уже в середине ночи у него значения СО2 были 60%. Это одна из причин, почему эти пациенты просыпаются с утренными головными болями, потому что происходит выраженное расширение сосудов, прежде всего генозного русла головного мозга, и поэтому одна из жалоб у этих пациентов – это наличие утренних головных болей. Следующий слайд. И вот я немножко ситуацию сравнил, я не мог упомянуть Пермь, который я был, который я очень люблю. Вот посмотрите, что произошло в Пермский период, кстати, это единственный геологический период, который был назван в честь российского региона. Так вот, это ровно посередине слайда, мы видим, Пермь там написано. Так вот, в этот период произошло значительное увеличение уровня углекислого газа, и температура, и углекислого газа. И это одна из причин, почему 90% животных в воде морских животных, и порядка 70% наземных животных погибли. То есть, известно, даже такой Пермско-тряс вымирание, которое заключалось именно в том, что произошло резкие изменения окружающей среды, и прежде всего за счет повышения уровня СО2. Вот по сути дела, вот вы можете такую ситуацию сравнить и с пациентом, у которого возникает выраженная гиперкопния, которая не успевает к ней просто адаптироваться, и действительно они практически так же вымирают, как те животные, которые были, жили в Пермске и теряются. Следующий слайд. Вот Наталья Юрьевна подробно рассказывала про профили артериального давления. Вот часто мы видим профили артериального давления у таких пациентов, так называемых НАДПИКер, и причем пациенты зачастую они получают медикаментозную терапию, антигипертензивную, несколько классов препаратов, но мы видим, что в течение дня уровень давления нормальный, а в течение ночного периода времени окноя на столь к степени превалирует даже действие многих лекарственных препаратов, что к утру мы видим повышение у этого пациента практически до 180 мм крупного столба, систолическое и порядка 120 диастолическое. А как только он проснулся, давление нормализовалось. То есть вот те факторы, которые я перечислял, гипоксия, гиперкапния, выраженная активация симпатики, колебания интриг грудного давления, все эти факторы в значительной степени зачастую превышают действие лекарственных препаратов. Они ночью, многие не работают. Другая ситуация. Я специально, сейчас мы подходим к методам диагностики обструктивного окно, и я специально хочу показать те конкретные клинические ситуации, случаи, когда врачу необходимо обратить внимание и диагностировать пациента в терапевтической и кардиологической практике. Вот другая ситуация. Мы видим остановку символов узла, которая длится 10,4 секунды, и именно триггером остановки символов узла является обструктивное окноэ. Если мы направим этого пациента просто на постановку кардиостимулятора, то по одним данным у них прогноз не улучшится, а по другим может даже ухудшиться. Настолько важно именно устранять обструктивное окноэ, которое при устранении нарушения дыхания произойдет постановление ритма у этих пациентов. Следующий случай. Другая ситуация – это пароксизм фибрилляции предсердий, который ассоциирован с обструктивным окноэ. Дело в том, что уже в рекомендациях европейского общества кардиологов уже много лет прописано достаточно четко, что обструктивное окноэ сна является патогенетическим фактором развития фибрилляции предсердий за счет колебания внутригрудного давления и перебивания симпатической и парасимпатической активации. Следующий слайд. Одним из проявлений клинических обструктивного окноэ является повышенная дневная сонливость. Вот мы в свое время провели большое исследование, было отключено 331 населенный пункт Российской Федерации, более 5000 респондентов, и мы сами были поражены цифрами повышенной избыточной дневной сонливости, потому что нормальная дневная сонливость возникает у любого человека, а вот избыточная дневная сонливость, которая оценивается по шкале Эпфорта, она наблюдалась у 40,9% в общей популяции. Конечно же, причин дневной сонливости их очень много, и у молодежи прежде всего это депривация сна, то есть сокращение сна от нормы, но этот аспект имеет очень большое значение в диагностике пациентов с абстрактивным окноэ сна, потому что это один из главных клинических симптомов. Следующий слайд. Вот здесь мы видим красную динамику выраженности сонливости дневной у пациентов в зависимости от индекса массы тела и возрастной категории. Вы видите красная резко возрастающая кривая, которая говорит о том, что при повышении индекса массы тела, то есть, естественно, при улучшении вероятности развития оккультивного окноэ сонливость в значительной степени увеличивается. Следующий слайд. Какова же распространенность в окноэ, в стационаре и в популяции вообще? Ну вот в 2010 году провели скрининговое исследование пациентов, которые находились в кардиологическом, патологическом, патологическом, эндокринологическом, терапевтических отделениях. И сами были удивлены, получив следующий результат, что практически 50% лиц, находящихся в стационаре, имеют среднюю либо тяжелую степень абстрактивного окноэ сна. То есть, это клинически значимая форма, которую необходимо лечить. По некоторым данным, вот одно из последних исследований, гипнолаус продемонстрировал, что даже в общей популяции лиц старше 50 лет обрекательные нарушения могут иметь распространенность тоже свыше 50%, еще раз подчеркнув, в общей популяции. Следующий слайд. Ну вот теперь переходим к диагностике. Значит, конечно же, эталонным стандартом диагностики абстрактивного окноэ сна является полисомнографическое исследование. Я не буду на нем подробно останавливаться. Это регистрация десятков параметров, прежде всего, электроэнцефалограммы, оклограммы, электромиограммы субментальные, ЭКГ, двигательная активность, это только абдоминальное движение. Но этот метод единственный, который позволяет нам сказать с полной уверенностью, что мы регистрируем гипотические нарушения именно во время сна, потому что без энцефалограммы, оклограммы и миограммы мы не можем ставить спал человек или не спал. Поэтому действительно, это эталонный стандарт. Если хотите вы делать высокую науку, проводить исследования, то, конечно же, необходимо проведение полисомнографического исследования, которое позволит вам детально оценивать не только дыхательные нарушения, но и структуру сна у пациента. Следующий слайд. А вот это уже кардио-респираторное исследование. То есть здесь уже не используется энцефала, оклограмма и миограмма. Здесь только регистрируется назово-рингеальный поток, торако-абдеминальное движение, ремни, которые находятся на грудной клетке и брюшной стенке, датчик пульса к симметрии, двигательной активности. Эта методика гораздо проще. Вы ее можете использовать как в амбулаторном режиме, так и в стационаре, практически в любой палате. Этот метод исследования, особенно при наличии средней и тяжелой степени амбула, он позволяет верифицировать, подтвердить этот диагноз и, соответственно, проводить специфическое лечение. Следующий слайд. Когда вы вообще используете какой-то тест диагностический, для определения наличия того или иной патологии, то вы должны помнить о следующих критериях. Это чувствительность, специфичность, диагностическая точность, точность, эффективность и отношение правдоподобия для положительного и отрицательного результата. Ну, также рок-аналл. Следующий слайд. Я просто не буду на всех подробно останавливаться, но скажу, что когда тест особенно для абстрактивного основа вы используете, то отношение правдоподобия для положительного результата теста должно быть свыше пяти, потому что в зависимости от той когорты, которую, где вы проводите диагностику, то, соответственно, и тест может использоваться в той или иной степени. Например, вы при проведении кардиоиспираторного исследования не смогли зарегистрировать или не уверены в том, что у пациента есть абстрактивное окно. В этом случае вы проводите уже полисомонографическое исследование. Или я знаю, что некоторые проводят просто пульсоксиметрию, но эта методика имеет очень низкую специфичность, поэтому зачастую после проведения пульсоксиметрии необходимо проведение все равно кардиоиспираторного или полисомонографического исследования. Следующий слайд. Если у вас нет оборудования, а я уверен, что у многих у вас не скоро появится, потому что, к сожалению, несмотря на то, что мы уже 30 лет занимаемся этим направлением, но до сих пор многие, даже крупные клиники не имеют специфического оборудования для выявления таких пациентов, вам достаточно будет задать всего три вопроса пациенту о наличии храпа, естественно, соскобок окружающих, о наличии остановок дыхания во время сна, также соскобок окружающих и о наличии избыточной инвестиционности. Если эти три симптома совпадают, то это практически стопроцентная вероятность наличия у пациента обструктивного окна сна, которую необходимо направить, если у вас нет оборудования, соответственно, в лабораторию в вашем городе. Следующий слайд. Ну, чтобы упростить такой процесс диагностики, вот мы последние годы заработали над методикой, которая позволяет по анализу звука, очень высококачественных записей звука, проанализировать и в автоматическом режиме диагностировать обструктивное окно сна в ближайшее время, я думаю, до конца года эта методика будет запущена, поэтому она очень дешевая по своей себестоимости и для пациента, и для использования в клинической практике будем рады вам рассказать более подробно. Следующий слайд. Эта методика позволяет даже оценивать наличие обструкции на выдохе, это очень важно, потому что мы работаем в тесном сотрудничестве с лор-врачами, и зачастую может быть какая-то лор-патология, и вот при наличии обструкции на выдохе мы направляем, практически всех пациентов направляем к лор-врачам для того, чтобы в случае выявления специфической патологии верхних дыхательных путей проводить хирургическое вмешательство, если же нет, то это позволяет использовать особенный режим у этих пациентов респираторной поддержки, которая устраняет обструкцию верхних дыхательных путей. Следующий слайд. Методика очень простая, она бесконтактная, отсутствуют электроды, провода и так далее, я не буду подробно останавливаться, весь, кого заинтересует, всегда будем готовы подробно рассказать об этом. Следующий слайд. Ну и последний уже, уважаемые коллеги, несмотря на ковид, мы будем проводить курс медицины СНАФ 16 по 27 ноября, скорее всего, в онлайн-режиме, также надеемся, что к марту ситуация улучшится, и мы очень будем рады увидеть вас на форуме СОН 2021 18 по 20 марта. Спасибо большое за внимание.